Брест достойно встретил свое тысячелетие. Сколько важных социальных, инфраструктурных, культурных объектов появилось в юбилейный год. Праздники завершились, однако строительный ритм в городе не сбавляется. Очередной интересный объект предлагает Брестское областное управление МЧС. Несколько лет понадобилось сотрудникам МЧС и строителям, чтобы привести в порядок это четырехэтажное здание. Сегодня его фасад напоминает настоящий современный комплекс. После утепления, штукатурки и покраски объект стал достойным дополнением улицы лейтенанта Рябцева. К реконструкции строители приступили еще в середине 2018-го. Сейчас фасад уже готов, он радует своим внешним видом горожан и гостей областного центра. Сейчас активно идут отделочные работы, а это значит, что не за горами процесс полного технического оснащения нового центра безопасности. Новый центр безопасности станет крупнейшим в нашей области. В основу его проектирования лег лучший отечественный и зарубежный опыт. На двух этажах разместятся яркие и, что немаловажно, интерактивные площадки для обучения с самым простым и важным правилом, позволяющим противостоять беде. Остальные два этажа будут задействованы под административное помещение. Реализовать задуманное спасателям Брещен удается благодаря активной поддержке программы трансграничного сотрудничества. В ее рамках Крови Брестского центра безопасности в Каменце возводится новое здание пожарной части. Проект для областного центра действительно масштабный и интересный. Данные технологии могут максимально активно помогать нам в обучении основам безопасности жизнедеятельности. Поэтому мы пытаемся максимально сделать так, чтобы данный объект, когда он будет функционировать, он был, наверное, легко изменяемым, чтобы можно было как можно быстрее насыщать новыми технологиями, чтобы развитие данного объекта шло в ногу со временем и было, наверное, таким пилотным объектом для взаимодействия с системой образования нашей области и проведения максимального количества занятий с охватом, наверное, очень-очень большого количества детей. Кстати, предусмотрены здесь и площадки для обучения спасателей. Они помогут молодым сотрудникам МЧС больше узнать о природных катаклизмах и путях ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня проект по реконструкции выходит на финишную прямую реализацию. А это значит, что совсем скоро с его информационно-развлекательной составляющей смогут ознакомиться как юные знатоки правил безопасности жизнедеятельности, так и их родители.